Позвольте вам представить, наверное, многие знают из тех, кто подошёл, Анну Сопрыкину, наш замечательный автор, автор нескольких бестселлеров, кандидат педагогических наук и, самое главное, наверное, мама семерых детей. Да, семерых детей. И я думаю, что вопрос будет непраздный, хотя, наверное, Анне часто приходится на него отвечать. Как вы всё успеваете? У меня вопрос, ответ совершенно стандартный, я не успеваю. Ну, всё-таки, вот Анна к нам сегодня приехала и готова поговорить на такую очень важную тему, во-первых, о том, как проводить время со своими детьми, вот в том числе летом, чтобы никому не было скучно, вот, чтобы мы находили общий язык, общие интересы. И немало, не менее важная тема, тема о том, как всё-таки сделать так, чтобы наши дети полюбили чтение. Вот это очень важный и очень болезненный сейчас вопрос. Так что важные две темы, на которые мы сегодня поговорим, и я передаю слово Анне. Да, здравствуйте. Я очень рада видеть всех, кто совершил такой подвиг и ни свет ни заря приехал на Красную площадь. Вот, и рада приветствовать и тех, кто нас смотрит, или потом когда-нибудь будет смотреть тоже. Вот, так что, сегодня у нас такая актуальная, конечно, тема. Лето уже началось, кто-то его уже распланировал, а кто-то сейчас в панике, потому что надо было распланировать, а планы никакого нет, или планы срываются. Мы последние пару лет уже, в общем-то, привыкли к тому, что планы вообще невозможны. Но всё-таки, конечно, хотелось бы, чтобы какое-то подобие плана было. Вот, и вот такой вопрос. Я не очень вижу то, что там вообще есть. Или поменяться... Я просто его вообще... Он отсвечивает. Меня вообще слышно? Сначала, как было раньше. Что-нибудь видно? На экране видно что-нибудь? Просто мне не видно. Вот, для начала хочется сказать такую вещь, что не мы первые люди на Земле, которые задают сами себе вопросы, как провести лето с детьми и как организовать детские каникулы. Каникулы как явление, лето как время отдыха. Вот этот вот сюжет вообще появился примерно в XIX веке. Почему именно в это время? Просто потому, что в традиционном обществе, традиционной культуры лето – это точно такая же рабочая пора, как и все остальные. А в случае с крестьянами, которые в большинстве культур составляют всегда большинство, это, наоборот, самая горячая пора. Собственно, время такого расслабления и отдыха – это скорее зима, когда можно залечь на печку, отсыпаться от тяжелейших иногда работ летом. И, конечно же, в старое время, опять-таки, у нас какое-то иногда есть представление о том, что традиционная такая семья – это папа работает, а мама с детьми сидит. Конечно же, в традиционном обществе, в первую очередь, скажем, крестьянском, работают все – мама, папа, дети. Папа тяжелее всех, мама – полегче, дети – еще полегче. Но, сами знаете, лет с пяти уже, с семи, так точно это работа. Поэтому ни о каком летнем отдыхе, ни о каких там летних каникулах и не речи быть не может, и проблемы, в какой лагерь отправить детей, тоже, в принципе, были неактуальны. Но, конечно, с возникновением культуры школьной возникает вот это явление каникулы. И, конечно же, даже в том случае, когда дети имеют возможность жить на природе, в деревне, все равно, если дети провели весь учебный год где-то в учебном заведении, понятно, что это было тяжело, это была работа, хочется, чтобы они отдохнули, как-то восстановились, вот как это все было устроено раньше. И вот очень интересный такой момент. Оказывается, что сейчас мы даже очень-очень небогатые люди, простые городские семьи, у нас возможность организовать детский отдых сопоставимо с возможностями людей и с достаточно привилегированных сословий дореволюционных, потому что куда-то поехать с детьми, что-то для них организовать, хоть какой-то спорт, игры, еще что-то, это возможности такие для достаточно обеспеченных людей. Это вообще культура достаточно высокая, да? И вот здесь мне кажется важным обратиться к опыту тому, как было раньше. Почему это важно вообще? Потому что вот этот важный момент. Мы не первое поколение, которое живет на свете. И важно посмотреть на такой момент, как проводили лето люди, семьи которых были счастливыми. Просто какое это может быть лето у людей, которые в будущем действительно стали успешными людьми, смогли раскрыться творчески, раскрыть свой творческий потенциал. Не просто были образованными людьми, не просто выросли образованными людьми, а сами строили культуру образования, то есть ученые, вообще изобретатели какие-то, вот как они проводили свое детство. То есть это такой вопрос, каким может быть детство у детей, чтобы они выросли успешными людьми. Хотя не очень такой корректный вопрос, потому что не обязательно, да, тут прямая связь есть, но все-таки. И вот если мы посмотрим воспоминания, а воспоминаний очень много, воспоминаний людей действительно успешных, то мы увидим, что вообще-то индустрия такого специально организованного, плотного детского летнего отдыха появилась совсем недавно. Так сказать, условно, раньше дети отдыхали как? Учились, например, в гимназии, в городе, потом что делали? Приезжали в деревню, в какую-то усадьбу, еще куда-то. И что они там делали? Чаще всего мы видим, что никаких специальных летних образовательных программ не было. Тем не менее, дети как-то умудрялись вернуться в учебный процесс в сентябре, когда начинались снова занятия в тех же гимназиях. Эти дети умудрялись каким-то образом в будущем поступать в университеты, совершать открытия. Такие открытия и такие прорывы, которые зачастую не снились последним поколением, воспитанным в специальной вот этой вот индустрии летних развлечений. Конечно, здесь это такая достаточно узкая тема. Вопрос-то не в том, как организовано лето, а как организована вся жизнь. Но все-таки, тем не менее. То есть, если вот так вот просто и плоско, то совсем не обязательно все лето специально каким-то образом очень дорого веселить детей, чтобы дети выросли успешными людьми. Совсем не обязательно все лето тратить огромные деньги на какие-то специальные образовательные программы, чтобы дети действительно выросли людьми образованными и смогли раскрыть свой творческий потенциал. Что же нужно делать с детьми, чтобы действительно они выросли образованными людьми, И да, и смогли раскрыться. Об этом мы ещё поговорим. Сразу скажу, что рецептов не будет, а будут просто какие-то идеи. И всё-таки, как был организован летний отдых? Здесь самое такое крутое, это, конечно, посмотреть, как проводили лето в царской семье, в семье последнего русского императора. С одной стороны, кажется, ну, куда нам до них, а с другой стороны, вот сейчас посмотрим, и поймём, что всё, в общем-то, предельно просто. Такое, один из самых простых таких моментов, у каждого из детей была своя грядка, был свой небольшой огородик. Вот такой вариант отдыха. Да, кстати, учебный год в царской семье был очень-очень плотный как раз. Это как раз такое образование, сопоставимое с нашим современным, то есть когда ребёнок учится в школе, ещё в художественной школе, ещё в музыкальной школе, ещё танцы, и есть только перерыв ночей, и полчаса погулять, вот как-то так. То есть расписание есть, они все сохранились, особенно, в первую очередь, расписание царевича, также расписание самого учебного года Николая II, когда он был мальчиком. То есть это очень плотное расписание. Там с раннего утра до позднего вечера всё очень плотно расписано. Конечно, очень грамотно расписано, когда чередуется время сидения за партой, скажем так, и время активных каких-то занятий, таких как верховая езда, фиктование, ещё что-то. То есть очень грамотно, в отличие от наших детей, у нас такие условия, что наши дети, конечно, очень нагружены, но нагружены очень неграмотно и неэффективно. Это другой вопрос. Так вот, как дети отдыхали в царской семье от вот такого плотного учебного года? Вот, в частности, огород. Вообще-то, кажется издевательством, но, с другой стороны, конечно же, это не было такой какой-то тяжёлой работой, что дети с утра до вечера утром проснулись, пошли полоть, пошли поливать. Конечно, нет. Конечно, это скорее такое образовательно-развлекательное действие. Конечно, это просто такой элемент трудового образования, но, тем не менее, кажется, это все вполне доступно. Ну, большинству из нас, да, хоть какая-нибудь дачка, хоть какие-нибудь родственники в деревне, что-то можно придумать. Если нет, то какие-то... Что-то на подоконниках, даже в городской квартире, по крайней мере, какие-то попытаться эксперименты какие-то такие поставить. Это интересно, что я сейчас вообще не очень вникала в эту тему, но посмотрела, просто подумала, а вот сегодня... Ведь есть же семьи, которые могут позволить себе всё условно, вот как у них. Ну, тут же в голову приходит вот сопоставление с какими-то другими, ну, такими же королевскими или императорскими семьями. Кто? Ну, конечно, на слуху у всех это герцоги кембриджские, да, там кто? А как это зовут? Кейт Миддлтон, её дети. И я посмотрела, вот есть какая-то информация о том, как они проводят лет? Они уезжают в коттедж, приводят детей на ферму, дети ухаживают за животными в большом восторге, и это и есть лето. То есть посмотрим, что ещё будет дальше, да, но явно это ситуация, когда люди могут себе позволить всё условно, да. Вот, то есть такие варианты. Ну, конечно, это не только, нельзя сказать, что лето в царской семье и вообще в царских семьях, это как только огород, конечно же, ни в коем случае нет. Это также занятие спортом. Вообще семья последнего русского императора отличалась большой любовью к спорту. Сам царь занимался спортом, дочери активно занимались спортом. Понятно, что царевич в силу известных причин гораздо меньше, но всё же. Это что? Это плавание, это теннис, это езда на велосипеде, причём и соревнования, гонки, лодки, байдарки. Вот такого рода отдых. Сейчас, в наше время, большинство из нас могут себе позволить какие-то такие занятия спортом. Не обязательно это отдавать секцию, не обязательно это какой-то организованный спорт, а вообще просто спорт, как летний вид отдыха. Дальше что? Это по вечерам, когда семья собирается вместе, когда играют в настольные игры. Сейчас, кажется, проблем с настольными играми и нет. Столько, правда, деньги плати. Но, с другой стороны, это не десятки тысяч рублей, и уж ни в коем случае не сотни. Вот примерно так. Ну, также, конечно же, ездили на море, но ездили всегда в одно и то же место, вот мы иногда говорим, но скучно в одно и то же место. Или нужна какая-то специально организованная программа, какая-то компания сверстников, почему-то не в царской семье, не в... опять-таки, каких-нибудь сегодня герцогов кембриджских наследников, наследников, да, английской короны не волнуют эти проблемы, чтобы организовать детям вот такую большую компанию сверстников на всё лето, чтобы дети как следует оторвались. Почему-то этого нет. Знаете, я задаю вопросы, я не говорю, что вот это хорошо или плохо, что так надо или не надо, просто вот рассказываю, как вот это бывает и как это бывало. Анна, можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а вот вам, как опытной маме, и вообще, насколько учитываются желания детей вот в раскладе в таком, чем заниматься? Так, вот мы сейчас перешли как раз... Вот у нас тут сидят дети как раз, которые могут сказать, чем бы они хотели заниматься летом. Да, это очень важный вопрос, я бы хотела чуть позже рассмотреть, но давайте прямо сейчас. Вот сейчас мы перешли как раз к вопросу, как всё-таки сейчас мы можем организовать лето с детьми. И вот это вот очень важный момент. Обращать внимание на то, даже не то, чего хотят наши дети. Наши дети хотят иногда, сами не знают, чего хотят, если уж по-честному. Вот. И чаще всего то, что прямо вот сейчас выражает, не чаще всего, а просто бывает, что ребёнок выражает какие-то пожелания, исходя не из того, что ему на самом деле хочется, а просто вот какое-то настроение или ещё что-то, или нечем заняться, и вот просто, что он лежит на поверхности, вот как-то в конце концов очень многие... Понятно, что сейчас какая проблема, гаджеты, да, и если, наверное, большинству детей, школьников современных задать вопрос, чем ты сейчас хочешь позаниматься, можно получить смартфон, можно получить планшет, если это в семье ограничено. Вот. То есть здесь важнее смотреть, какие... То есть вообще быть внимательными к своим детям и смотреть, какие у них склонности, к чему у них душа лежит, и стараться какие-то любые, хотя бы не отрицательные, да, склонности поддерживать и развивать. У вот такого подхода очень-очень большая, великая перспектива. Вот я, кто-то хоть что-то читал, знает, вот в книге материнские заметки об этом есть, вообще я писала об этом, о том, как жили, опять-таки проводили лето, например, будущие учёные, и в том числе, как проводил лето будущий авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. Вот представьте себе Киев, лето, город, между прочим, и ребёнок хочет мастерить вертолёт. Представляете себе какую-то штуку, которая будет подниматься в воздух и будет сама по себе летать. В общем-то, это дикость и его бессмысленное времяпрепровождение. Но, тем не менее, отец Игоря Сикорского, этого пока что на тот момент маленького мальчика, давал ему возможность заниматься всей этой ерундой, покупал ему какие-то материалы, позволил ему ставить какие-то свои эксперименты в саду. А садом, между прочим, отец Игоря очень дорожил. Для него это был как раз его собственный вид отдыха от его работы. То есть он, отец Игоря, возделывал сад. Это было очень дорогое для него дело. И вот он разрешил этот сад использовать для экспериментов. Эксперименты были, кстати, не только с вертолётами и самолётами. Он, например, однажды, Игорь нашёл листовку революционную, террористическую, они разбрасывали везде. И там была инструкция, как самому собрать бомбу. Сам Игорь рассказывает в своих воспоминаниях, что, конечно же, ему идеологическая часть была совершенно неинтересна. Его отец вообще был одним из самых известных в России монархистов. За это, собственно, и охотились потом и на самого Игоря. Ему поэтому и пришлось эмигрировать. Но его больше всего заинтересовала эта инструкция. Он раздобыл все эти элементы и устроил взрыв в саду. На самом деле, страшно себе представить, но всё-таки вот такая тема. Да, и когда пришли соседи сказать, что у вас тут вообще взрывы происходят, родители сказали, ну да, мы в курсе, мы понимаем, ребёнок занят. Это вот такой, с одной стороны, подход на грани чего-то опасного, а с другой стороны, это готовность родителей поддержать интересы своих детей, даже когда, кажется, я проповедую что-то не то, даже когда это может быть что-то с одной стороны, как в истории с вертолётами, бессмысленное абсолютно, потому что, ну, тупик, это просто пустая трата времени. с другой стороны, что-то может быть совсем не детское, опасное. Вот опять-таки, если всё-таки переходить в наше время, и что-то из простых, невеликих семей, вот я могу про себя сказать. Вот я, когда готовилась к нашей встрече, специально, вот я подготовила небольшой материал, он сейчас на сайте православия.ру, можно там подробнее посмотреть, если нужны ссылки или подробности, вот, но вообще в целом, вот, например, у меня один из детей летом заявил, что он будет рыть окоп по чертежам разных пособий Первой мировой войны. Будет рыть окоп. Но он увлёкся этим периодом, этой историей. Причём как раз, почему у меня вот сейчас возникла ассоциация с Сикорскими, потому что пришлось отдать часть нашей земли, участка, участок крошечный, отдать под этот окоп. И самое главное, ребёнок этим занимался, ему было 13 лет, в тот момент. Он занимался этим всё лето, шёл дождь, он устраивал себе навесы из фанеры, всё равно рыл, копал сапёрной лопаткой, всё как полагается, вот какой положено копать, такой копал, какие-то блиндажи, ещё что-то такое мне непонятное делал, в общем, всё лето. И, между прочим, вообще не читал ничего из списка литературы, заданной на лето. Он просто утром уходил, приходил, возвращался на обед, выполнял какие-то обязанности по дому, минимальные, на которые просто берёшь ребёнка за шкирку и говоришь, что надо сделать. Он это делал и скорее бежал на свой окоп. Вот зачем? Сейчас этот ребёнок уже вырос, окопы эти ему нисколько не понадобились, истории он не занимается, у него совершенно другие интересы, он занимается музыкой, географией, ещё много чем, но ни в коем случае ни окопами, ни историей. Вот что это такое было? Это я опять-таки к тому, что да, ребёнок может что-то мастерить, и он становится величайшим авиаконструктором мира. А может быть, он чем-то занимается, и это просто детское занятие, достаточно бессмысленное. Но что это такое? Это означает, что ребёнок занят, уже хорошо, ребёнку нравится, он получает удовольствие, уже хорошо. Это хоть какой-то навык, он копает, понимает, как это вообще делается, может быть, когда-нибудь пригодится, может быть, не пригодится, но по крайней мере опыт. Какая-то физическая работа, в данном случае какая-то минимальная отсылка к истории всё-таки. С одной стороны, лето пропало, с другой стороны, ребёнок рад. А ещё с третьей стороны, или с какой-то там, четвёртой, пятой, ребёнок видит, что и родители готовы поддерживать его интерес, готовы его слышать, готовы всерьёз воспринять его даже такое вот дурацкое увлечение. И не говорить, что оно дурацкое. Это я спустя несколько лет говорю, что оно дурацкое. И всё-таки получается, что вот если ребёнок проявляет какой-то интерес к чему-то, к такому вот нормальному, условно нормальному, не к компьютерным играм, не к чему-то, ну, скажем так, греховному, запрещённому, да? Да, вот у меня тоже был похожий вопрос, поскольку семья — это единый организм, вот именно общность, как вот это создать? Вот давайте мы сейчас сначала про единый организм, а потом про игры. Вот хотела бы эту тему начать с цитаты «Основа у нас царская семья, великое искусство, жить вместе, любя друг друга нежно», говорила императрица Александра Фёдоровна. Она-то знала, насколько это важно и знала, насколько трудно это всё устроить. И с третьей стороны она сумела это устроить. Вот, это действительно великое искусство, и ему надо учиться, это именно искусство, это не на то, что изначально дано или не дано, да? Этому нужно учиться, к этому надо стремиться, и над этим надо работать, да? Учиться именно жить вместе. И вот здесь я такой хотела бы важный момент, на такой момент обратить внимание. Именно лето, когда дети не с утра до вечера в школе, когда не кто-то снаружи, вне семьи условно диктует нашу жизнь, это как раз возможность учиться жить вместе. Родителям с детьми, детям, братьям и сёстрам, друг с другом. И самое важное, оно, впрочем, важно и в любое время года учиться жить вместе и мужу и жене, да, строить отношения в браке. Вот, но здесь это как бы такая философия, а что, собственно, в реальности, на практике, как это всё сделать? Ну, в первую очередь, это вопрос так называемого качественного времени, проведённого вместе. То есть это вопрос в том, чтобы, как организовать лето так, чтобы мы были рядом, да, чтобы мы научились жить вместе, общаться, по крайней мере, нужно быть физически рядом. То есть это как раз лето именно всей семьёй. То есть как лето проходит всей семьёй, а не так, чтобы куда-то отправить одного ребёнка, куда-то отправить другого, а куда-то поедут отдельно родители или тем более папа отдельно, мама отдельно, да. То есть если, опять-таки, мы обернёмся назад и посмотрим, как это бывало раньше, во всех, по крайней мере, исследованных мной биографиях, а я их исследовала довольно много, самых разных, это была прямо такая задача, провести лето вместе в учебном году. Люди больше разлучаются, особенно тогда, когда дети в учёбе, а лето провести именно вместе. Вот мы собрались вместе, всё, мы вот на даче или где-то, да, в каком-то месте, всё, у нас семья, вот. И как сделать так, действительно, вот как вы говорите, чтобы не было скучно, то есть чисто практически, как организовать время, как организовать совместный досуг, потому что много времени оказывается, да, вот в отличие от учебного года, вот чисто практически, как вот нам это делать? Ну вот есть такие идеи глобальные, которые требуют всё-таки большой организации, которые требуют, ну, предположим, папиного отпуска, если работают и папа, и мама, то отпуска обоих родителей. То есть как-то вот именно концентрировано провести время летнее вместе, но обычно, то есть это не всё лето, а скорее месяц или даже три недели, две недели, ну, хоть что-то. То есть в разных семьях это сейчас, вот именно в наше время, выглядит, конечно, по-разному. Одни семьи ходят в поход. Я знаю семью с пятью детьми, младшие вообще новорождённые сейчас, они ходят в поход, ездят, приезжают на Валдай, ставят палатки и прямо с малышом, они говорят, а что такого, сейчас всё, памперсы, влажные салфетки, всё-всё есть, нет проблем, живут все вместе, готовят на костре. То есть это вот такое, обычно они выезжают примерно на две недели, но это такое время, когда, ну, по-настоящему живут вместе, вообще получается, ну, в двух палатках они живут, и с утра и до вечера получается вместе всё, распределение обязанностей, от которых зависит, это уже что-то не педагогическое, от этого зависит жизнь, от этого зависит вечерний ужин, они, конечно, не охотятся там в лесах валдайских, вот, скорее в каких-нибудь пятёрочках охотятся, но всё-таки, вот, нужно развести костёр, нужно что-то собрать, разложить, ловят рыбу, купаются, всё это получается всё это время вместе. Есть семьи такие активные, спортивные, у нас семья не такая, я таким завидую, но, в общем, например, всплавляются на байдарках каждый год, обязательно, такая традиция, и вот отец этого семейства, у них девять детей, отец этого семейства говорит о том, что вот эти вот походы байдарочные, ежегодние для них, ну, действительно, одно из самых важных событий года, и вообще жизни, потому что именно в это время, в таких полуэкстремальных условиях, на мой взгляд, страшно экстремальных, как раз, и формируются отношения, формируется опыт доверия друг к другу, умение действовать в команде, вот настоящее, буквальное, потому что семья всегда должна быть командой, всегда должна быть какая-то синергия, всегда должно быть, что мы должны уступать друг другу, понимать, что целое всегда больше составляющих частей, вот это вот всё важное единство, вместе мы сила, и всё такое, веник не переломишь, да, вот это всё, но именно в таких ситуациях это всё очень наглядно и очень конкретно. Анна, вот можно тоже так вставить буквально минутку, да, потому что у нас тоже и время, вот у нас тоже старший ребёнок ходил в свой первый поход в 9 месяцев, так что мы такие походники, вот, но на самом деле, да, важно, мне кажется, что вот люди оказались вместе, неважно, отель это или там турбаза или собственная дача, вот оказалась семья вместе, то есть нету экстремальных условий, нечему особо объединять, вот как организовать совместное пребывание в замкнутом пространстве, так, чтобы всем было интересно и, главное, детям полезно, то есть чтобы дети не ныли, что нам, мы заперты с вами, нам что-то хочется другого, чего-то, да, и там, ну, невольник, небогомольник, да, то есть мы же не можем заставлять, то есть нужно как-то увлечь, вот чем увлечь детей в такой ситуации, когда нету чего-то экстремального, когда идёт просто вроде бы обычная жизнь. Вот, это тоже как раз важный вопрос, и это как раз следующий вопрос, то есть одно дело, когда мы отправляемся в некую, какое-то организованное, особенное мероприятие, которое, ну, само по себе уже, там всё включено, да, вот интерес и вообще программа, она уже заложена в принципе самим действом этим, вот, окажется, лето, оно длинное, и действительно, вот, да, собственно, чем заняться, если просто вот обычные будни, день за днём, да ещё в привычном пространстве, если будь то квартира или дача, на которую ездят и так каждый год, там всё исследовано, вот, и здесь вот такие моменты. Ну, первое, конечно, это то, о чём мы уже говорили, подобрать для детей игры, в которых, ну, во-первых, которые увлекают именно наших детей, потому что, ну, с одной стороны, игр вообще-то довольно много, но одни дети говорят, о, мяч, ура, они могут заниматься самыми разными играми, там, футбол, волейбол, ещё что-то с утра до вечера, другие дети скажут, какой мяч, да, вот, то здесь важно подобрать, ещё так, чтобы детям было интересно, если в семье несколько детей, я, конечно, очень люблю такие игры, в которых все дети участвуют, все, какие есть в семье, у нас это сложно, у нас маленький, совсем маленький, большой, совсем большой, и остальные в промежутке, вот, это желательно так, чтобы ещё и родители могли участвовать, я уже рассказывала не раз, в нашей семье крокет очень сейчас прижился, вот, вот такого рода игры, можно и на двоих, когда такие, как бадминтон, или серсо, или ещё какие-то такие игры, то есть, опять-таки, если дети просят, ой, я хочу бадминтон, купи бадминтон, сразу тут же заказывать или идти в магазин покупать, потому что это стоит того, раз они хотят, значит, по крайней мере, какое-то время они будут этим увлечены, вот, обязательно настольные игры, это всё понятно, с другой стороны, наверное, не очень понятно, вот, но я здесь, какие-то у меня игры, а, бложки, кто не знает, бложки, очень интересная игра, мы недавно для себя её открыли, достаточно увлекательная, сейчас у нас играют в ГО, вчера, у меня ребёнок сегодня сдаёт ЕГЭ, вчера в 11 часов вечера он всё ещё играл в ГО, я говорю, всё, хорош, завтра рано вставать всем, вот, хотя, с другой стороны, мне кажется, достаточно скучная игра, на мой личный взгляд, это я к тому, что никогда не знаю, что зацепит детей, то есть каждый раз предлагаешь, видишь, что они увлеклись, слава Богу, не увлеклись, значит, надо другую игру, а эту купленную отложить, может быть, через год кому-то ещё подойдёт, дети растут, дети меняются, интересы меняются, вот, но и тем не менее, лето длинное, три месяца, хотя я тут прошла сильно насчёт концентрированного образования, но и всё-таки, с другой стороны, три месяца, это долгий срок, и мне самой кажется очень важным, какое-то время, обязательно не всё это время летнее, но какое-то время, посвятить всё-таки образованию детей, какому вопрос, и здесь, то есть с одной стороны, образование, если его включить, оно уже, само собой, структурирует день, и если, ну, например, каждый день после завтрака, час, или два часа, или один час после завтрака, и один час после обеда, у нас какое-то образование есть, вот какие-то, какие-то занятия, учебные, то вот интересно, что сама такая вот эта вот ерунда уже помогает детям найти себе какое-то занятие по душе в свободное время, потому что свободное время уже появляется, не так, что целый день свободный, а есть работа, да, и в таком случае дети начинают ценить свободное время, вот здесь такой важный момент, да, вообще организация, распорядок дня, если день, есть, например, какие-то обязанности по дому, а их хорошо бы расписать, именно вот, я люблю на магнитную доску прикрепить расписание у нас, у каждого ребенка свои обязанности, и время для выполнения этих обязанностей, потому что если у детей, у моих, по крайней мере, если им сказать, что их дело выносить мусор, или их дело мыть ванну, то приходишь вечером, ванна не вымотая, говоришь, как же так, он говорит, ой, да, я забыл, и это нормально, я считаю, то есть должно быть время такое, когда мы объявляем сейчас, время уборки, например, 10 минут, 15 минут, 20 минут, время уборки, мы убираемся, и тогда дети знают, они просто знают, что именно им надо делать, и тут делают, то есть это должно быть включено в распорядок дня, занятия, какие-то образовательные занятия включены в распорядок дня, то, что я говорила о огороде, или еще какая-то другая трудовая деятельность, физический труд, очень непродолжительный, то есть это не 6 часов работы, ни в коем случае, то есть полчаса, час самое-самое большое, на мой взгляд, вообще час это много, мне кажется, поменьше, если дети не увлекутся, конечно, но каждый день, то есть если есть распорядок дня, и вот так вот все расписано, то в свободное время дети, скорее всего, уже найдут чем себя занять. Анна, вот у нас тут регламент, к сожалению, неумолимые куранты пробили без пятнадцати, а мы еще до чтения не дошли. Да, вот, и нам очень важно перейти к этому вопросу, еще оставить немножко времени на вопросы, вот, да, вопрос о чтении. Я сейчас еще коротко скажу о такой важной вещи, лето у нас, хорошо бы, лето, это возможность его провести так, как мы хотим, в нашей родной культуре, и все-таки наша культура, в первую очередь, культура православная, и летом мы можем спокойно, свободно, не оглядываясь на наши школьные занятия, еще какие-то дедлайны, например, праздновать православные праздники. Это была такая рекламная вставка в мои книжки, православные праздники в современной семье, там есть целый блок о том, как проводить друг с другом вместе в семье летние праздники. И переходим тогда к книгам. Книги, вообще, это, конечно, не летняя тема, потому что это вообще круглогодичная тема, но все-таки летом, конечно, времени больше, и у наших школьников, конечно, больше возможности читать, потому что в течение учебного года, дай бог, сделать домашнее задание на завтра, и то можно не успеть, совершенно реально, да, не успеть. И когда читать любимые книжки... а вот желание... Вот как пробудить желание читать у детей? Вот здесь такие какие-то моменты есть, но в первую очередь пресловутый, но никуда от этого не деться личный пример. Читать самим, подобрать сами для себя литературу, которую мы хотим читать на лето. Не какую-то правильную, не какую-то очень умную, которую мы, скажем, вот перед детьми вот откроем, пусть они видят, что я читаю тут или святых отцов, или что-то там научное, чтобы вот... Нет, что-то свое, любимое, что хочется, может быть, и от святых отцов хочется, может быть, и научное хочется, да, я не говорю, что хочется, чтобы дети видели, что родители увлечены, что для них это вид проведения досуга, что это... вот так взрослые люди проводят свободное время с книжкой в руках, какое-то свободное время у нас есть, бывает же, вот, чтобы это с книжкой в руках, приедутся... Вляюсь, как у вас, еще может находиться свободное время. Для меня книга, это как раз способ именно отдохнуть, то есть выйти из вот этой вот круговертии, постоянных вот этих вот бытовых каких-то занятий, каких-то вот этих вот срочных дел, то есть это как раз способ вот этого релакса, и чтобы дети видели, что да, это способ релакса для меня. И в таком случае уже с самого маленького возраста дети понимают, да, это вид отдыха, это развлечение, это не то, что вот прочитаешь две страницы, тогда пойдешь, получишь мороженое, пойдешь гулять. Нет, наоборот, ты сначала сделаешь вот то-то, 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 и за это я тебе разрешу наконец почитать, вот как-то так. Да, это важный момент. Второй момент, это не бояться домашней библиотеки, не бояться того, что это будут пылесборники какие-то, и не бояться того, что, ну, опять-таки, сейчас купим книгу, а ребенок не будет читать или перерастет, а она будет стоять, опять-таки спрашивается, для кого, для чего. Знаете, в чем плюс многодетной семьи большой, в том, что ты знаешь, что ты покупаешь для одного ребенка, а может быть, на самом деле пригодится второму, не пригодится второму, пригодится третьему, и это правда какой-то такой стимул, на самом деле. Вот, а что такое домашняя библиотека? Это возможность, например, сейчас, это третий момент, ребенок должен сам выбирать, что ему читать, но выбирать из предложенного родителями. как? Вот домашняя библиотека большая, особенно, позволяет, а сейчас, кстати, это совсем недорогая тема, сейчас книжки распродают мешками, как раз люди, которые избавляются от пылесборников, да, очень даже неплохую литературу можно даже совершенно бесплатно получать. Когда дома подобраны книжки для детей, когда они стоят так корешками вот на себя, да, когда их видно, когда это все доступно ребенку, вот не там, где-то высоко за стеклом заперто, да, а вот на уровне, пусть они отрывают корешки, пусть они, не знаю, бросают их где ни по поде, простите меня за такие подробности, но пусть книжки живут в доме, и дети будут, хочу, хочу, я эту возьму, хочу, я эту возьму, хочу, ну, ту возьму, хочу, посмотрю, какая там с оторванным как раз корешком, а что там интересно внутри, но таким образом мы предлагаем детям выбрать из того, что уже сначала когда-то выбрали мы, это создает как раз иллюзию выбора у детей, да, а на самом деле это наша культура, которую мы им предложили, и, кстати, опять-таки, мы все ленивые дети, у нас тоже ленивые по определению где-то там в глубине души, искать самому, чтобы почитать долго, трудно в интернете дети не будут, но только если это не какая-то специально разрекламированная книжка, которую они и так услышали, да, если, чтобы такого почитать, проще посмотреть вот здесь на полках у меня дома, да, чем где-то там искать, вот, здесь, конечно, еще глобальный вопрос выстроить доверительные отношения с родителями, выстроить такие отношения, чтобы детям вообще дома было комфортно, чтобы дети вообще хотели бы обращаться не то что к домашней библиотеке, а к родителям, вот, но это другой вопрос, хотя на самом деле гораздо важнее, чем все то, о чем мы говорим, а как, что у нас там, это все, что ли? вопрос тогда такой, вот, перейдем к вопросам, я, можно, задам первый вопрос. читать на ночь, это понятно. Вот, предположим, такая ситуация, ну, предположительная, значит, вот, некая бабушка, ну, там, не очень старая, предположим, вот, у меня пока нет внуков, но могли бы быть, вот, такая история, вот, родители, значит, там, отдают на выходные своего ребенка, там, ну, семи-восьми лет, который читать уже умеет, вот, он все время говорит, там, бабушка, там, бабася, ну, дай телефон, там, дай планшет, вот, а хочется его приобщить к чтению, вот, что бы вы посоветовали в таком случае? Вот, смотрите, тут, конечно, вопрос, что за ребенок, что вообще за ситуация в целом в семье, то есть, никогда не может быть каких-то универсальных ответов, но вот один из способов заинтересовать ребенка чтением, это, ну, вот, смотрите, интересуется ребенок какой-то лошадками, если мы говорим о каком-то маленьком ребенке, или там полюбил котиков, совиков, еще кого-то, хочет смотреть про них мультики, еще что-то там, да, вот, то, что в гаджетах, то, что на экране, а ты предлагаешь книжку, и в зависимости, опять-таки, от возраста ребенка, чем младше ребенок, тем важнее именно иллюстрации, желательно очень хорошие иллюстрации, то есть, любит совиков, показываешь, даешь ему книжку про совиков, и не важно совершенно, что ему нравятся, поезда, машины, все, ты сразу книжку, да, не важно, сразу даешь, ребенок постарше, это могут быть даже совсем не обязательно читать художественную литературу, скажу такую вещь страшную, это может быть и научно-популярная литература, дети все очень разные, у меня есть дети, которые читали все детство исключительно художественную литературу, причем такую именно обязательно остросюжетную, чтобы было бы, чтобы все время что-то происходило, и были диалоги, вот это как бы обязательно было такое условие, когда мне ребенок спрашивал, что почитать, чтобы вот такие условия выдвигал, вот, А есть дети, которые практически не читали художественную литературу, а это было только вот что-то такое, как что-то устроено, какие-то вот такого энциклобедического плана. То есть все дети разные. И здесь неважно, что именно ребёнок, вот в таком узком понимании, неважно, что именно ребёнок читает, главное, чтобы читал. Потому что это всё равно. Во-первых, это техника чтения в любом случае. Потому что чтение – вещь трудная. Особенно чем дальше, тем больше мы живём вот этими образами, смайликами, инстаграмами – это всё образы. Да, чтение – это вещь сложная. Чтобы ребёнок привыкал к чтению, неважно, что он будет читать. Даже, наверное, не образы, а знаки. Вот что хуже того. Но давайте перейдём к… Вы ответили на мой вопрос. Большое вам спасибо, это очень важно. Вам спасибо. У кого-нибудь, может быть, есть вопросы, потому что у нас регламент, к сожалению, остаётся совсем мало времени. Вот есть, может быть, у кого-нибудь какой-то вопрос, к они, ух ты, как хорошо-то. Самые главные люди. А вот почему в храме, я захожу в храм, а там, ну, с одной стороны четыре, есть с другой четыре. Четыре чего? На иконостасе? Да. На втором ярусе. Сейчас этот самый, я реклама. У нас есть вот такая вот книжка замечательная. Замечательная, это я сама себя хвалю. Вот, на самом деле, скорее хвалю художницу, потому что художница совершенно потрясающая. Литургия. И здесь как раз не только о том, как устроена служба, а вообще, когда ты заходишь в храм, что ты видишь и что это значит, что это именно такое, что ты видишь, что это значит, в том числе, как устроен иконостас, всё написано, подписано и очень красиво нарисовано. Поэтому я лучше не буду сейчас подробно рассказывать, тем более, что это рассказывать лучше показывая, да? Поэтому, да. А вот у вас вопрос был. О! Здравствуйте. Спасибо большое. Мне было очень интересно. А вопрос у меня такой. Как вы относитесь к аудиокнигам? Прекрасно совершенно отношусь. Вообще сразу скажу, что вообще книги создавались в первую очередь, не даже не в первую очередь, а просто создавались в том числе именно для чтения вслух, потому что в условное раньше книга эта вещь очень дорогая, и она вообще-то читалась вслух. И до сих пор часть монашеской традиции это чтение вслух, например, во время трапезы, да? То есть это именно как бы одна из заложенных в книгу составляющих, да? То есть это кто-то читает, все остальные слушают. То есть в основном книгу слушали. Поэтому это разные способы восприятия текста, содержания, но обязательно. И это очень здорово. У меня дочка рисует всё время в художественной школе на пленэрах, у неё всегда в наушниках аудиокниги, здорово. Аудиокниги очень хорошо слушать во время семейных поездок, потому что можно нажать на паузу и обсудить прямо при детях, а это вообще великая вещь. В общем, обязательно аудиокниги вообще. То есть я считаю, что это совершенно правильная, очень хорошая альтернатива. То есть кто хочет читать, кто хочет слушает, кому что, кому что. Хотя я люблю больше читать, сильно больше люблю читать. А про образование. Нам надо ещё раз вернуться к теме образования. Вот одна из... С одной стороны, подтянуть школьную программу, да, на поверхности лежит, чем заняться, каким образованием. Но вообще-то я, честно говоря, этого не очень люблю. И так у них, они загружены этими предметами всё лето. Вернуться ещё, ещё опять будет бесконечно из года в год всем этим заниматься. Мне кажется... Я не говорю, что это нельзя, просто говорю, что думаю. Вот. Но мне кажется важным заниматься чем-то, летом чем-то таким, чего нет в школе. Особенно чего нет и не будет в школе. То есть какими-то, скажем, важными для нас, например, вероучительными, предметами условно, скажем так, хотя это не предмет, конечно, хотя это, в первую очередь, сама жизнь. Вот. Но, например, в частности, вот сейчас Анастасия расскажет о книге «Дорога жизни», которая вышла в издательство «Вольный странник». Вот. Спасибо. Я скажу буквально два слова, потому что времени у нас совсем нет, поскольку шла у нас речь о том, как проводить вообще время с детьми. Это совершенно уникальное пособие, которое создано педагогами в течение 20 лет, учившими детей с помощью игр, с помощью... То есть заинтересовывая их в самых важных вопросах жизни, цели жизни, смысла жизни. И это всё в игровой форме, в форме викторин. То есть там масса всяких вообще всевозможных, интересных заданий, уроков. Но даже не уроки, а как бы, как сказать, это всё в игровой форме. Это всё интересно для детей, интересно для родителей. И проходя вот эти вот задания, ребёнок начинает понимать, что плохо, что хорошо. Вот в наше время, время смешения вообще смыслов, в хаосе понятий, вот это просто, ну, не знаю, это что-то потрясающее. Я была просто редактором этой книги, но я настолько, тоже много для себя почерпнула, настолько с таким наслаждением. Я над ней работала, проходя снова и снова эти уроки, проверяя на своих детях. Вот, ну, просто полистайте, посмотрите, это потрясающий подарок для любого учителя, который проводит досуг с детьми. То есть, ну, для родителей бесценно. Просто вот два слова. К сожалению, мы должны закончить, извините, пожалуйста. Можно я всё-таки добавлю? Мне кажется, что вот одно из самых замечательных, что для меня кажется важным в этой книге, то, что она сделана под редакцией двух учёных. Да, двух выдающихся педагогов современности. Анна, простите, пожалуйста. Не просто педагогов, а учёных. Да, простите, пожалуйста.